Ну задай только вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Литовченко, режиссер телекомпании Телекон. Ну и поделись, пожалуйста, впечатления о фильмах, какие вам понравились, какие мне понравились. Я не поняла, по какому принципу были собраны эти фильмы. Документарные? Понятно, что карантинетражки разные. Есть любительские, совсем-совсем любительские. Там даже вот не знакомые и с монтажом, и со звукопостроением. Вот, и со всем профессиональной работы. Я узнала многих своих коллег, которые раньше на Телеконе работали. Вот. Ну интересно, что люди, что-то у них есть за душой, что-то они хотят еще выразить, кроме своей работы, какие-то вот глубокие такие размышления о жизни, о молодежи. Интересно. Не совсем все понятно было. Очень понравился фильм. Ну, опять же, Женя Берстенева, он хороший журналист. И оператор Игорь Харяков, это вообще, он же оператор нашего города. Это фильм? Фильм «Элим». Да. Очень понравился. Ностальгический такой. Ну вот он прямо вот весь выстроен и композиционно, и продумано все, и начало, и концовка. И, ну, вот я вообще первое место ему отдала. Первое место и «Элиму». Да, и «Элиму» отдала. Хотя он традиционный, скажем так. Вот. Это традиционный фильм документальный. Вот такой. Ну, не знаю, может быть, я приверженец традиций. Вот. Второе место в каком фильме отдали? Третье место. Ну, мне вот понравилась салум-драма. Две минуты, девятнадцать секунд. Такой вот девочка вот в этом хаосе. Как-то завораживающе. Снято хорошо, интересно. А музыку? Музыка, как вам это, собственно, сочинение? Вот. Вообще вот как-то меня зацепило все вместе. Вот. Потом на третьем месте я поставила дар. Чёрно-белая киновента. Чёрно-белая, да. Тоже не совсем понятен замысел. Ну, вот какой-то такой рок, какой-то такой... Люди, которые, ну, не знаю, наверное, надо ценить сегодня и сейчас, пока люди друг с другом. Вот как бы я так поняла. Ну, вот это перекликается с моими размышлениями о жизни, поэтому мне стало близко. Вот. Вот. Ну, вот художественный фильм «Навигатор». На... Дальше, на четвертом месте у меня тут же Дима Дуплинский. Как они и волосы Вероники. Волосы Вероники мне в прошлый раз не очень понравились. Вместе с Пашей они делали. Вот ещё четыре года ему уже. Я вижу, что старый фильм. Вот. Бессонница. Снято неплохо. Ну, немножечко... Немножечко не моё. Вот и всё. Ну, очень здорово, что вот существует такой конкурс, не конкурс, ну, скажем так, показ. И хорошо, что есть у нас в Тагиле такие таланты, которые стремятся себя выразить. А у вас при любви есть сюжет про киногурмана? А? Сюжет про киногурмана успели увидеть или вы позже пришли уже? Нет. Я пришла, говорю, вот четыре проекта... Киногурмана не видели? Нет. Просто вы там были в кадре. Я была в кадре, ты что? Ну, ладно. Я вам пришлю полную версию, посмотрите потом. А, пришли? Это вот сам, да? Да, да. А, я вам расскажу. Ну, спасибо большое вам за мнения, за отзывы. Ждём вас через год с таким же экспертным мнением. А, спасибо. На следующем фестивале уже. Ладно. Может, даже вы свою работу принесёте. Надо почитать где-то. Ну, может быть, я кому-нибудь продвину. Да, или будете уже как продюсер, продюсер новой киноленты. Спасибо. До свидания. Галина хочет сказать ещё.